Всем привет! Британские ученые выяснили, что чаще всего люди задумываются о покупке робота-пылесоса весной и осенью, когда собака начинает линять. В это время волосы домашнего питомца можно найти в шкафу с одеждой, в холодильнике, в тарелке с борщом и даже в несгораемом шкафчике, где хранится пистолет, о котором теперь ты вспоминаешь все чаще. Ситуацию усугубляет то, что из-за смены погоды собака начинает таскать в дом все больше песка и грязи. Чтобы не стать шизофреником, докхантером или самоубийцей, нужно обзавестись роботизированным помощником с хорошей турбощеткой, мощным мотором и желательно со шваброй, чтобы он мог вытирать следы лап. Именно о таких роботах мы и поговорим сегодня. С вас, как обычно, лайк и подписка, а я уже начинаю рассказывать о великолепной семерке пылесосов, которая облегчает жизнь владельцам пушистых собак и кошек. Для начала рассмотрим самый доступный вариант. MiGi G1 от Xiaomi. И пусть вас не смущает ценник в 10 тысяч рублей. С коврами этот скромный пылесос справляется получше многих моделей среднего класса. MiGi G1 укомплектован фирменной турбощеткой. Ее ворсинки цепляют лежащую на ковре шерсть, а жесткие ребра пробрасывают мусор в воздуховод. Поэтому на ось наматывается меньше волос, чем у классической щетки щетинистого типа. Но даже на то, что намотается, снять достаточно легко, потому что торцы щетки съемные. Рабочий блок MiGi G1 плавает вверх-вниз, подстраиваясь под рельеф покрытия. При обнаружении ковра умный робот повышает силу всасывания до максимального значения в 2200 паскалей, а при съезде на пол возвращает более скромные показатели. Благодаря такой системе даже при слабенькой батарее в 2500 мАч хватает на 70 минут. Кстати, при уборке на линолеуме шерсть не разлетается на все стороны, а попадает строго под рабочий блок, куда ее направляют две торцевые щетки. В остальном MiGi G1 довольно-таки простая модель, которая подойдет только для маленьких квартир. А если вас интересует что-нибудь не менее качественное, но более функциональное, стоит обратить внимание на следующую позицию. MiGi G1C Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop MiGi G1C Это еще один робот от Xiaomi. Он более дорогой. Сейчас он стоит 15 тысяч и укомплектованный камерой. MiGi G1C лучше осознает свое положение в пространстве, может делать уборку в выбранной зоне или объезжать установленные на карте ограничители. Даже в небольшой квартире использовать MiGi G1C гораздо удобнее, чем предыдущую модель. Робот никогда не сбивается с выбранного маршрута, поэтому производитель решил отказаться от второй торцевой щетки. Вместо нее поставил датчик пола. Он следит за параллельностью линий при движении зигзагами. Двигатель у MiGi G1C более мощный – 2500 паскалей. Соответственно, и качество уборки ковров будет повыше. Но есть и обратная сторона медали. Аккумулятор-то стоит все тот же бюджетный на 2400 мАч. И с учетом возросшей мощности автономность пылесоса заметно сократилась. В максимальном режиме можно рассчитывать минут на 40, не больше. И как показывает практика, решить эту проблему можно только при условии повышения ценника. Едет в гибрид – яркое тому подтверждение. Этот пылесос укомплектован топовой батареей на 5200 мАч. Ее хватает на 1 час 50 минут на максимальной мощности, хотя сила всасывания такая же, как у MiGi G1C – 2500 паскалей. Но и ценник у Еди 2 гибрид более представительный – 21000. Для уборки шерсти Еди укомплектован лучше предыдущих моделей. На рамке рабочего блока установлены специальные крылья, которые направляют длинные волосы ближе к воздуховоду, поэтому турбощетка забивается не так быстро. К тому же турбощетка разбирается с одной стороны, и этого вполне достаточно для комфортного обслуживания. В пылесборнике установлен поролоновый фильтр, благодаря которому качество очистки воздуха заметно выше. На карте, кроме прямоугольных зон, есть редактор комнат. Проходимость у Еди лучшая в рейтинге. Высота корпуса всего 77 мм. В общем, перечислять достоинства этого робота можно долго. Единственный конкурент в своем классе, которому Еди 2 гибрид уступает – это Dreamy D9. Dreamy D9. И достаточно одного взгляда, чтобы понять почему. У Dreamy D9 есть лидар, а значит, качество картографии выше. Робот безошибочно определяет планировку больших домов, а в редакторе карты найдется все, что душе угодно. Прямоугольники, целевые флажки, виртуальные стены, границы комнат. Мотор у Dreamy D9 более мощный. При заезде на ковер турбина нагоняет давление до 3000 паскалей. Турбощетка подвижная щетиной, лепестками и всеми наворотами. В частности, кроме направляющих, на рамке есть еще и уловители длинных волос. На случай, если какой-нибудь хитрый волосок решит прилипнуть к полу. При уборке гладких покрытий для этих же целей служит швабра. Она хорошо прилегает к полу и собирает любую поверхностную грязь. В резервуар под крышкой вмещается 270 мл воды. Достаточно, чтобы вымыть квартиру без дозаправки. Батарея премиальная 5200 мАч. Ее хватает на 90-150 минут, в зависимости от выбранного режима. В общем, если вам нужен недорогой робот с функционалом премиум класса, то Dreamy D9 – оптимальный вариант. А если хотите что-нибудь действительно впечатляющее, то для вас тройка лидеров. Бронзу забирает Genio Laser L800. Этот робот премиум класса может по-настоящему удивить комплектацией. В рабочий блок уже вставлена привычная турбощетка. В сочетании с мотором на 2700 паскалей она вернет вашему полосу изначальный вид. Но в коробку положили еще ребристый валик, который можно поставить на место турбощетки. Это идеальное решение для линолеума, плитки и ламината. Валик соберет с них шерсть и удалит присохшую грязь, благодаря чему полы будут блестеть, как помытые. А если нужно помыть их по-настоящему, можно воспользоваться совмещенным контейнером с отсеками для мусора и воды. Для спальни и гостиной достаточно обычного алгоритма движения. Зигзагами с объездом периметра. А для кухни можно активировать режим оттирания пятен. Тогда Genio Laser L800 начнет двигаться буквой Y, дважды проезжая по каждому участку. В приложении представлен современный редактор карты с делением на комнаты, целевыми и запретными зонами, пунктами назначения и прочими опциями. Но любезный китайский пылесос не заставляет вас во всем этом разбираться. Если лень, просто положите на пол магнитную ленту и возьмите в руки пульт. В общем, в коробке Genio Laser L800 можно найти все, что угодно. Единственное, чего не хватает, это станции самоочистки, как у американского пылесоса Rumba S9. Ее можно заказать за дополнительную плату, хотя и без нее Rumba S9 влетит в копеечку. 90 тысяч рублей. Предвосхищая ваш вопрос, могу сразу ответить, нет, он не золотой. А вот этот блестящий глазок наверху вовсе не алмаз, а самая обычная камера. Но с сухой уборкой Rumba S9 справляется лучше подавляющего большинства аналогов, и за это придется платить. D-образный корпус позволяет Rumba заезжать в углы и собирать грязь на участках, недоступных для круглых роботов. Рабочий блок американского пылесоса самый большой на рынке. Во-первых, его ширина почти 30 сантиметров. А во-вторых, внутри находятся сразу два валика. Они вращаются во встречных направлениях, как бы выжимая ковровый ворс и вытягивая из него шерсть, песок и другие загрязнители. К тому же рабочий блок плавает, повторяя рельеф пола, что повышает качество уборки на краях ковра. Но самое крутое в Rumba S9 это способность определять грязные места. Робот каким-то внутренним чутьем понимает, что попал на собачий коврик, и будет его пылесосить несколько раз подряд, пока не достигнет нужного результата. Конечно, интуиция интеллектуального робота здесь ни при чем, а за распознавание грязи отвечает установленный датчик под нищем. В плане технологичного оснащения с Rumba S9 может поспорить только Roborock S7. Новый флагман Roborock это не столько пылесос, сколько машина времени. Он напомнит вам, как выглядел ковер еще до появления собаки, и как выглядел пол на кухне сразу после ремонта, когда деревья были большими и все стоило дешевле. Главная особенность Roborock S7 это виброблок, выполняющий две функции. Первая – это влажная уборка. Салфетка ходит из стороны в сторону, отирая жирные и застарелые пятна на кухонном полу. Вторая функция – вибрационная сухая уборка, при которой робот буквально выбивает из ковра песок и сразу же втягивает внутрь. Сила всасывания – 2500 паскалей. С учетом вибрации, плавающей рамки и ребристого валика – это более чем достаточно для сбора любого мусора, который Рекс притащит с улицы. Но и это еще не все. S7 пока что единственный робот на рынке, который умеет поднимать швабру на коврах, поэтому делает комплексную уборку с одного запуска и безо всякого ручного зонирования помещения. Для такого функционала ценник у Roborock S7 вполне гуманный, особенно при сравнении с S9. Всего 43 тысячи рублей. На этом у меня все. Я поделился с вами подборкой самых перспективных моделей в 2021 году для уборки шерсти. Буду благодарен, если мой любимый зритель поставит лайк и подпишется на канал. С вами был BestRobot. Всем удачных покупок и до скорого! Встретимся в следующем ролике. Пока!